полнокадровый фикс 16 миллиметров с диафрагмой f1.8, автофокусный с дисплеем, который отображает дистанцию фокусировки, с возможностью установить две точки фокуса и прямо кнопками на объективе переключаться между ними, с возможностью мануального управления диафрагмой, причем как в кликовом, так и в бескликовом режиме. И все это в объективе от Viltrox. Давайте разбираться. Была широкая достаточно линейка стекол. Классические фокусные 24, 35, 50, 85. Двумя из них я пользовался. В личном пользовании у меня были 24 и 85. 85 по сей день. 24 я продал, как только купил себе Sigma 2470, просто потому что мне не нужен этот объектив. Все эти объективы, они стоили буквально там 35 тысяч рублей. Вот что-то в таком диапазоне, а то и дешевле, в зависимости от доллара. Короче, они стоили недорого по нынешним меркам, так как это были автофокусные стекла и замена всем стандартным фокусным расстоянием от Sony. А здесь же мы получили прайс вдвое больший, получили, понятное дело, больше фишек, получили уникальное фокусное расстояние, которого, в принципе, вот поискать фикс 16 миллиметров, ну попробуй его еще найди. Давайте обо всем об этом поговорим. И да, картинка прямо сейчас уже с этого объектива. И, в принципе, весь этот обзор будет записан на данное стекло. Вообще, друзья, так как я видео снимаю, то меня интересуют достаточно базовые вещи. К тому же, я, наверное, в какой-то степени преследую свой интерес, потому что по-прежнему в моем парке оптики нет никакого ширика, ультраширокого объектива, который, к тому же, например, являлся бы каким-то зумом. То есть, это типичные 16-35, 17-28, там 14-24 и прочие такие варианты. Самое широкое, что у меня есть, это 24. Поэтому 16 было бы достаточно интересным вариантом, потому что, ну, смотрите, когда вы ширик надеваете, вы, как правило, хотите от него как раз-таки того самого широкого угла. И просто 16-миллиметровый фикс был бы, я считаю, отличным решением для того, чтобы перекрыть вот эту вот необходимость в ультрашироких каких-то объективах. Еще раз напоминаю, что все это видео снимается на данный объектив, вы сможете увидеть. Это открытая диафрагма, это логарифмический профиль, это ND-фильтр, причем достаточно плотный. И все это, естественно, усложняет работу автофокусу. Снимается это на камеру Sony A7S III, и вы в течение всего ролика можете проследить, как работает автофокус, какое боке мы получаем, когда близко к объективу подходим, да, и как уже эта картинка выглядит. И прочие вот такие вещи. Геометрические искажения, так как это 16 миллиметров. Виньетку, кстати, у меня надет фильтр 77 миллиметров. То есть объектив 77, у него передняя линза, и 77 фильтр. И при этом он 6,9, где-то там на 7, на 8 стопах, в зависимости от ситуации на улице. И опять же, все это достаточно показательно. Ну и говоря о боке, вот сейчас я от объектива менее чем на расстоянии вытянут руки. Вот я трогаю эту линзу, и вы можете видеть, что 16, 1,8, что, черт возьми, этот объектив себе позволяет. И как он искажает все, что происходит вокруг. Если я сделаю, например, вот так. Или вот так. И вы знаете, помимо прочих вариантов использования 16 миллиметров можно вполне себе юзать вот так вот на расстоянии вытянутой руки и что-то вложить. В наше время уже практически никто так не делает, но так или иначе. Сейчас вы видите чистый 16 миллиметров, и, соответственно, никакого кропа нет, потому что это обычная стабилизация в камере. То есть все у нас очень сильно трясется. Я вот перехватываю руку, я вижу даже как сама камера трясется, поэтому изображение трясется вдвойне. Но мы можем взять и отставить какой-то кусочек через Catalyst Browse. При этом я специально не ставил дополнительную активную стабилизацию, чтобы изначально не было дополнительного кропа, а мы его сделали на посте. И вот вытянутая рука. Опять же, какую ширину мы можем получить и как выглядит картинка. А сейчас мы поставим активный стаб и попробуем просто походить вот с этим 10% дополнительным кропом. И да, картиночка стала уже, но немного стабильней. Но я вам могу сказать заранее, потому что я на ширике уже снимал, у меня было 14 миллиметров. И в любом случае, если вы хотите идти вот так вот с руки что-то вещать, самый лучший вариант оставить только матричную стабилизацию и впоследствии через Catalyst это все прогнать, вы получите то самое, что вы... Вот максимум того, что вы можете получить. И опять же, при таком раскладе необходимо снимать не на правильной выдержке. А я сейчас это делал на 1,5, и я только сейчас это понял. Именно поэтому результат, полученный с Catalyst, не будет таким хорошим, каким он, наверное, мог бы быть. Да, пожалуй-ка я сниму очки, потому что я ни хрена не вижу в дисплее, не вижу вообще, что я снимаю. Сейчас поговорим о системе автоматической фокусировки. И зачастую именно на очень широкоугольных объективах она немножечко страдает. Особенно, когда мы отходим подальше. Вот так вот общий план мы уже с вами смотрим. И вы можете обратить внимание, у меня 1,8, у меня ND-фильтр, логарифмический профиль, я еще раз повторюсь, да. Как это все выглядит, скорости в камере и чувствительности поставлены максимальные. То есть вот я подошел, я точно вижу, что сейчас он мой глаз отслеживает. Если мы с вами отойдем до общего плана, я, кстати, всего в двух, наверное, с половиной метрах от камеры, если мы вообще попробуем уйти из камеры, из взгляда нашей камеры, посмотрим, как это все будет перефокусироваться и вот так вот дерзко влететь. Конечно же, на таких объективах, на столь широких, это уже не особо важно. И зачастую мы, во-первых, прикрываемся, а во-вторых, мы можем как-то уже мануально крутить фокус. И здесь этот функционал достаточно широкий. Я уже говорил, что можно это делать и мануально, можно устанавливать точки. На объективе есть дисплей. Опять же, впоследствии поговорим об этом. Я считаю, что это достаточно сильно удорожило его. Ну, автофокус. Как-то так у нас работает. Опять-таки, общий план. Ну и совсем сваливаем, да. Я думаю, что высокой скорости чувствительности, она делает работу несколько дерганой. Но в любом случае, именно в таком раскладе мы с вами можем посмотреть максимум, на что он способен по скорости. И раз уж я про дисплей и все эти фичи сказал, то вот сейчас продемонстрирую вам, как это работает. То есть, мы действительно устанавливаем две точки. Я в студии вам это покажу. И можем просто по нажатию на объективе перефокусироваться с одной точки на другую. Я искренне не понимаю, в принципе, зачем это необходимо, особенно на таком широкоугольном объективе. И вот сейчас, несмотря на то, что я все равно вам это демонстрирую, да, это прикольно. И само наличие дисплея, то есть, ты прямо в цифрах понимаешь, на какой точке, на каком расстоянии от матрицы у тебя сейчас зона фокуса. Это в какой-то степени может быть полезно. Но, опять же, мое мнение такое. Все Вилтроксы всю жизнь стоили по 35, там, около 1000 рублей, да. Ну, неважно. То есть, это, наверное, было что-то в районе 400 долларов или 350 долларов. А этот стоит вдвое дороже. И, на мой взгляд, если бы компания убрала из него все вот эти вот фичи из разряда, там, этот дисплей, вот эту возможность переключения, и оставила его тем самым Вилтроксом, к которым мы привыкли, то, скорее всего, он бы стоил гораздо дешевле. И это, на мой взгляд, в данном случае важнее, гораздо важнее, чем добавление вот всех этих фич. И, знаете, выпячивание такое именно этого объектива из всего остального семейства Вилтрокс. Но, опять же, это мое мнение, кто я такой. Я думаю, маркетологи и те, кто занимались разработкой этого стекла, они, наверное, что-то соображают больше, чем я. И вполне вероятно, что даже убрав вот этот функционал, он бы все равно не стал таким же дешевым, как все предыдущие стекла. Потому что ширики, вот ультраширики, ну, они все время стоят дорого, особенно такой светлый ширик. Наверное, это было уже не отменить. Ну что, коллеги, вот такой вот объектив, такая новинка. Ну, не знаю. Вообще, напишите ваше мнение в комментариях, вообще, как он вам в целом. И по картинке, по резкости мы все снимали на открытое, и все с ND-фильтром. Как автофокус работает? Нравятся ли вам вот эти вот фичи с кнопочками и все прочее? Как вы считаете, удешевило бы отсутствие этих фич этот объектив до уровня вот тех, к которым мы привыкли? Ну и самое главное, стоит ли это стекло взять в свой кит, наверное, отчасти полочным объективом, но тем самым, когда нам все-таки необходимо что-то снять на ультраширик. Или он того не стоит. Все искажения и все, что связано с изображением, вы видели в этом ролике. И я надеюсь, что это было кому-то полезно, информативно, и вы подчеркнули для себя что-то новое. Все. На этом пока, друзья. Увидимся с вами уже совсем скоро.